Сегодня, жесткий диск со старой версии Planescape, с которой записаны все серии, внезапно отправился в мир иной. Возможно, навсегда. Но, неделю назад, я в бессознательном порыве сохранил копию игры к себе в облако, и сегодня успешно скачал. И не мог запустить полтора часа. Судя по всему, в двадцатом году надо завершить все старые дела. Другого подходящего момента может и не оказаться. И, несмотря на поздний час, а также, учитывая отсутствие возможности работать завтра днем, придется сделать все за раз. Так что, устраивайтесь поудобнее. Сегодня приключение Безымянного подойдет к концу. Напоминаю ситуацию. Дев Трес вырвался из своей тюрьмы и проклял город Керст, переместив его в план зла и хаоса, карцери. На улицах жителями города пируют демоны, и чтобы остановить этот банкет, надо Треса прибить. Но он очень силен. Есть лишь один способ победить. Ослабить его добрыми делами, отвернув разум жителей от беззакония и зла. В целом, мы контент пропускать не будем. Но конкретно эту часть до битвы с Тресом время тратить не стоит. Квест на добрые дела реализован в ППХ, прямолинейно и плоско. Например, перед нами Эбб Скрипучие Колени. Персонаж, с которым мы провели целую серию, беседая в баре Горящий Труп. Теперь он почему-то здесь. Возглавляет местную ячейку анархистов и страдает амнезией. Вашу встречу и знакомство он совершенно не помнит. Взаимодействие с ним, мягко говоря, нелепое. Сначала он несет какой-то бред про захват власти ради высших целей. Потом угрожает вас убить, потому что вы видели лица, те в горе революционеров. Потом открывает для себя, что в городе резня, и в ужасе бежит спасать народ. На этом складе стены, видимо, супер непроницаемые. За каждое доброе дело мы получаем новое заклинание. Но вот так сложилось. Это вот местная валюта такая. Это заклинание от Эба Скрипучей Колени. Свиток Пустынный Ад Понятие Ад часто вызывает дискуссии. Некоторые называют Адом Баатор, другие – Безну. Это заклинание утверждает, что ничего не может быть хуже бесконечного песка и сжигающего жара пустынь. Данное колдовство вызывает сжигающий жар пустынных планов на головы всех врагов в пределах видимости. Враги в зоне действия получают от 4 до 40 очков урона огнем. В случае удачного спасброска урон от ожогов падает вдвое. Это в моем книге. Этот человек, одетый в облачение чиновника Керста, сильно напуган. Они хотят убить меня. Я просто делал свою работу, когда весь город сдвинулся. И они думают, что я как-то с этим связан. Лишь потому, что я подписывал смертные приговоры. Я не хотел плохого. Я просто делал свою работу. Пожалуйста, помогите мне. Вот типичное доброе дело. Он просто подписывал смертные приговоры. Ну что такого плохого? Этот посидевший человек презрительно смотрит на тебя. Че тебе надо, Пинни? Не видишь, что мы заняты вытряхиванием мусора, который привел нас к карцере? Избавимся от этого лишенца, сами очистимся. Вернемся во внешние земли без проблем. Почему ты думаешь, что его смерть решит ваши проблемы? Убеди этих людей помочь защищать город от монстров. Лучшей местью будет показать вашим политикам, что они не имеют власти над вами. Он! Он! Черт! Ладно, как скажешь. Он возвышает голос, чтобы толпа могла услышать его. Отпустите его! Нам нужно навести порядок во всем городе! Спасибо, друг, и удачи. Доброе дело. Уровень за доброе дело. Еще одно доброе дело — это остановить работорговлю в городе. Ну, хотя бы временно. Разрушения в городе вызваны людьми, пытающимися нажиться на трагедии. Прекрати это! Может, ты сможешь помочь городу восстановить порядок, а потом можешь продолжать свою торговлю. Он зовет своих людей. Эй, стойте пока! Он задумчиво смотрит на тебя. Так ты говоришь, что нам не нужно приносить жертвы к Гехрилетам? Да, этот город будет жертвой до тех пор, пока ты не поможешь его жителям. Вот такой я счастливчик! Придется тащиться! Ладно, ребята, отпустите их! Похоже, надо спасти один городишко! Дальше мы встречаем отшельника, который говорит, что добрых дел мы сделали достаточно. Смотритель Кай сказал, что ты будешь один. Ты отлично поработал, ослабив Дева. Хаос в городе спадает, и теперь его план не сработает, как он задумал. Выше голову, иди, завершай начатое. Как ты узнал, кто ты такой вообще? Я чувствую его там, наверху, растущего и горящего. Я слышу, как он ждет твоего прихода. Он жаждет битвы. Сначала твое внимание к Саумьенам было привлечено грохотом их копыт. Четвероногие существа из чистого зла. У них тело лошади, а голова ночного кошмара. Шипастые плечи Саумьенов придают им еще более угрожающий вид. Они, должно быть, путешествуют в плотоядных стадах. Дальше в здании нас ждут несколько проходных боев со стражниками и гехрилетами, а также тайник с оружием, боевым магическим топором, который мы не можем использовать, и кастетным кинжалом для Анны. Кстати, весьма неплохим. Знак мастера. Это хитроумно сконструированное устройство разделяется пополам, в умелых руках, превращаясь в смертельно опасные кастетные кинжалы. Удобный механизм резко, с легкостью раскрывает вперед лезвие так, будто они являются частью руки. Однако, несмотря на превосходство кинжалов в бою, этот же самый механизм выбрасывания лезвия используется не только для разрывания плоти жертвы в момент касания, но для более утонченных целей, в качестве отмычек и устройства для обезреживания ловушек. Только самые опытные воры могут пользоваться этим сложным инструментом. Настало время встретиться с Триасом лицом к лицу. Посмотреть в глаза этому негодяю. Что ты надеешься? Триас смотрит на город. Много хорошего ты сделал за столь короткое время, смертной. Но этого недостаточно, чтобы дать понять всем этим предателям всю глубину их безрассудства. Зачем ты лгал мне? Тебе нужно было направление. Ценой твоей нужды было предательство. С чего же ты взял, что обладаешь правом на всю истину в этой жизни или в следующей? Какая самонадеянность? Несомненно, освободить меня было твоей обязанностью, как низшего существа. Я ничего тебе не должен, и это все, что ты получишь. Я дал тебе даже больше, чем ты заслуживал. Ты ведь освободил меня только чтобы помочь самому себе. Тогда зачем ты утягивал Керст во внешние земли? Город предателей был предан и получил то, что заслуживал. Почему? Здесь неуместно. Это было оговорено в моем пакте с нижними планами. Это высшее добро. Ты заключил пакт с нижними планами? Никто не сможет подняться на Горную Селестию без армии. Для меня важен состав этой армии. Куда проще нанять подобных существ, чем принуждать их к нападению. Ты собираешься напасть на Горную Селестию с помощью извергов? Сотрудничество с ними не противоречит твоей природе. Лицо Дэва мрачнеет. Я собираюсь сделать это во имя добра. Он рычит. Пока генералы верхних планов прячутся за золотыми воротами и подкармливают жестокие воины внизу, в которых гибнут невинные, я поставлю их лицом к лицу с тем, кого не боятся до смерти. И через это столкновение мы преодолеем их страх. Неужели ты думаешь, что сможешь закончить кровавую войну, перенеся ее к вратам рая? Зло нижних планов почти бесконечно. Легионы Баатора и Армады Безды наглядно демонстрируют это. Прежде чем вооружаться собственной самоуверенностью, вспомни лучше, сколь чудовищна сила почти бесконечного зла, сосредоточенного на одной цели. Не давай им возможности перенести кровавую войну на верхние планы, или вся мультивселенная пострадает. Ты допускаешь многие их возможности, Танари. Идея о том, что час настал, намного сильнее любой армии. И что ты, искусительница, знаешь о военной тактике. Твои умения лежат в другой области. Его глаза пробегают по ее телу. Оставь стратегию тем, кто ее понимает. Можно научиться многому, если ты внимателен, мой господин. Лучше всегда помнить, что умный человек всегда использует любую возможность выучиться. Ты загадка для меня, Танари. Я уверен, именно этого тебе и хочется. Он снова обращает свое внимание к тебе. Думаешь, ты сможешь разрешить эту проблему, предавая собственную родину? Мы поговорим с тобой о предательстве, человек. Предательство – это отказ от борьбы со злом. Предательство – это трусость. Это продажа оружия врагам из страха, что они перестанут убивать друг друга и примутся за нас. Предательство – это отказ подать пример. Предательство – это позволение демонам безумствовать на всех планах, пока зло не поглотит все сердца. Не спрашивай, почему я хочу напасть на горную Селестию и разжечь огонь войны на ее уютных склонах. Это не предательство. Ты хочешь послужить добру с помощью воплощений зла. Это похоже на предательство. Определений предательства много. Долго надо прожить, чтобы познать их все. Даже твоя жизнь, если бы тебя не преследовала проклятие беспамятства, слишком коротка, чтобы познать все его виды. Такое предательство – это вовсе не предательство. Что на самом деле случилось с твоими крыльями, Дрес? Огонь Батора действительно горяч, но он напоминает свечку перед гневом отца. Обгорелые остатки его крыльев трепещут. Нет такой боли, чем та, что приходит с горной Селестии. Оставь это, Дриас, хотя нет. Так ты, значит, падший? Почему же я тогда должен верить твоим словам? Не говори мне о вероломстве и падении, смертной. Я готов принести в жертву даже себя, чтобы добро восторжествовало. Это благородно, Дриас. Но разве есть у тебя право на это? Я здесь. Я вижу зло. Я желаю разобраться с ним. Моя воля дает мне право. Вообще-то, возможность что-то сделать не дает права делать это, Дриас. Я не подсуден тебе, смертный. По крайней мере, пока ты живешь подобной жизнью. Позволь мне рассказать тебе о предательстве. Это мы уже слышали, Дриас. Это трусость. Это продажа оружия врагам. Все понятно. Но предательство, это предательство. Это уже тоже ты говорил. Оставь это, Дриас. И мы разойдемся мирно. Неужели ты настолько глуп, что хочешь испытать свое псевдо-бессмертие против истинного бессмертного? Прочь с дороги, человек. Или придется проверять, кто из нас прав. Ну давай, Дриас. Это было много времени, с чем я обрабатывал мою ладу против другого. Мы будем дуэлить, ты и я. Прошло много времени, с тех пор, как я скрещивал с кем-то клинок. Устроим поединок. Ты и я. Устроим поединок. Попробуем его заморозить. Вроде спешно. Я слышу твои слова. Да. Крест для нас уже слабый. Как бы он не выпендривался. Он нам не ровный. Я слышу твои слова. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Никаких сделок, Триас! Говори, или я тебя уничтожу безо всяких чертовых проволочек! Тебе нужно это знание, или ты будешь страдать вечно! Я сказал, теперь говори! Он тихо смеется... У тебя небольшой выбор, смертный! Поклянись, или потеряешь это знание навсегда! Я сохраню тебе жизнь, если ты расскажешь мне то, что я желаю знать! Портал, который ты ищешь, находится в Торусе, над Шпилем, в городе Сигел, в городе Двери. Там есть место, где была забрана твоя мертвая сущность. Ты имеешь ввиду Мортуарий? Там ты очнулся в последний раз, не так ли? Планы полны подобной иронии судьбы. Ты был так близок! Что является ключом? Крепость Сожалений построена из слез страдавших. Чтобы войти в крепость, ты должен заплатить чем-то. Когда окажешься около портала, наполни свой разум с Сожалением, и он отзовется на него волной смертельного холода. И? Пока волна холода омывает тебя, ты должен вырвать кусок своей кожи и начертить на нем Сожаление своей кровью из левого указательного пальца. Портал откроется, и ты сможешь найти истину в крепости Сожалений. Там ты, возможно, встретишься и с ее хранителем. Как ты это узнал? Много союзов я нашел на планах. Мои поиски привели меня в крепость, где я поговорил с повелителем и хранителем ее затененных комнат. Вне сомнения, ты пожелаешь сейчас вернуться в Сигел. Кровь на твоих руках подействует как ключ на этот портал. Просто пройди через дверь, через которую вошел сюда, и ты вернешься. Что ты можешь сказать о хранителе? Он могуществен. Ты не проведешь его и не сможешь вырвать свою смертность из его ледяной хватки. Ты уже проиграл. Ты пытаешься получить то, что нужно только дуракам. Продолжай. Смертность человека – это компас, ведущий его по жизни. Если ее можно вытащить подобно органу, то многое можно узнать о человеке, из которого она была вырвана. Твой враг знает о тебе больше, чем ты сам когда-либо знал. Он наблюдал и изучал тебя все эти долгие полужизни. Я знаю его сердце. Он не вернет то, что ты ищешь. Что ты можешь сказать о крепости? Ее помещения темны и кажутся пустыми. Но, как и ты, она притягивает к себе страдающие души. Подобно тебе, она пуста и одновременно полна отголосков времени. Подобно тебе, это памятник мучения. Рассказать тебе о тех душах, приключенец? Да, его окровавленная улыбка шинется. Это души тех, кто умер в этом месте. Им пришлось стать тенями, чтобы ты мог жить. Это твои тени. Тени, что ты отбрасываешь на существование. И они найдут тебя, приключенец, и расплатятся за свои мучения. Ты получишь из их рук то, что тебе причитается. Ты и те, кто так глуп, что присоединились к тебе. Прими мою благодарность, Триас. Теперь ты умрешь. Но ты поклялся! Я не клялся. Просто сказал, что сохраню тебе жизнь. Теперь я передумал. Я проклинаю тебя за жизнь без цели. Да будешь ты вечно страдать в этой болезненной вечной оболочке. И никогда не вспомнишь о том, что существует свет и любовь. То немногое, что в тебе сохранилось человеческого, погубит тебя, смертный. Прикончить его. Прощай, Триас. Ты наносишь ему удар, уродая его прекрасное лицо. Ломая его совершенную форму. Умирает. Он насмешливо хрипит. Знай, ты обманул сам себя. Убив меня, ты лишился последней защиты от ужасов, которые пожрут тебя. Демон обманутый мной. Теперь он свободен. Его слабый голос замер. И свет погас в его глазах. Да умри же ты, наконец. Ну, наконец-то. Что на Триасе интересного? Где много денег? Меч. На котором мы прочитаем позже. И заклинание. Хорошо, мы его тоже прочитаем чуть позже. Давайте покинем это место. Как же я ненавижу Герст. Где можно было? Да, я свободен. свободен. Продолжение следует...